Хорошие новости! Это Блади R90+. Беспроводная мышь с топовым сенсором с ресурсными клавишами и, сказать честно, я попользовался ей один час и отложил ее в долгий ящик. Она мне совершенно не понравилась. Но потом почитал отзывы и людям нравится. Возможно, со мной что-то не так, поэтому вот вам мое честное мнение об этой тяжелой мышке за 4000 рублей. Видите, какая она классная и симметричная? На самом-то деле нет. С левой стороны углубления под пальцем больше, да и справа нет ни одной кнопки, поэтому левшам она подойдет, но кнопок вы лишены. И вот эта ребристая вся поверхность, она не прорезинена. Это такой же пластик, как и сверху. А еще вес. Я обшарил весь интернет и не нашел информации об этом, поэтому исправляем. Смотрим, что получится. И 119 грамм. И это-то в эпоху суперлегких 50-граммовых мышей. Это на самом-то деле очень смелое решение со стороны Блади. А еще вы прекрасно знаете, что она беспроводная и никаких батареек. Заряд держит 30-40 часов, но для зарядки используется разъем microUSB. Ну и как добивочка, звук. Вы же любите АСМР, поэтому слушайте внимательно. Ну что же в ней тогда может понравиться? Откуда положительные отзывы? Я попользовался ей две недели и скажу вам, что все эти минусы полностью перекрываются плюсами. Ее форма просто идеальна для большой руки. Длина 126 см. Кнопки в правильных местах, за ними не нужно тянуться. Горбинка удобна, рука на ней просто отдыхает. Причем при любом хвате, если у вас большая рука. Кнопок 8 штук программируемые. Хватит и для шутанов, и для ММО. Верхние нужны для переключения DPI. Вверх, вниз. Ну и конечно же еще одна для переключения подсветки. Которую здесь, как видите, прям минимум. Но для любителей такого подхода, конечно же, это отлично. Ну и конечно же классический софт-блади в наличии с уже активированными Core 3 и 4. Вдобавок тут есть куча настроек именно для беспроводного соединения. И, о чудо, работает это все как надо. Задержек и разрывов не будет, но только в том случае, если вы будете держать вот этот ресивер с помощью комплектного переходника, довольно-таки длинного, прямо на вашем столе. И вот вам тесты. Это Енотус, по сути, мышиный бенчмарк. И у R90+, все в полном порядке с разрешением и точностью, и хорошо со скоростью. Чисто теоретически, с ней можно показывать хорошие результаты, и прямо сейчас мы это проверим. Довольно много времени провел с ней за игрой в Fortnite, уже 26 уровень, и Diablo с ней же катал бетку. Много кнопок, это благо. На ваших экранах характеристики, любителям циферок, стоит знать про максимум 5000 DPI, про ускорение 25G и про частоту опроса всего-то в 500 Гц. Цифры, прямо скажем, не выдающиеся, но посмотрел я их прямо перед обзором, поэтому побеждать мне вообще ничего не мешало. Как и не мешает вам прямо сейчас поставить лайк этому видео, и более того, за этот лайк я вам доплачу. Как говорил мой преподаватель по экономике, не потратил, значит заработал. Поэтому каждый, кто поставит лайк этому видео, может перейти в описание и подписаться на мой телеграм-канал со скидками и акциями. Отбираю для вас только лучшие предложения на смартфоны, компьютерные железки, наушники и прочую полезную технику. Но что важнее, это AIM Lab. Пожалуй, лучшее приложение для тренировки Аима, и заодно очередной бенчмарк. В зависимости от того, как точно и быстро вы попадаете в цель, вам начисляются очки. Вот моя личная табличка, вношу в неё все мышки, которые тестирую, и, как думаете, где здесь окажется Блади R90+. 52 тысячи баллов, это очень даже неплохой показатель. И вы видите вот здесь диссонанс. По всем характеристикам мышка не топ, но на деле, на практике она очень даже хорошая. Ну и срыв сенсора, естественно, почему-то в интернетах этого никто не делает. Внимательно смотрите за движением руки и за действием персонажа на экране. При плавном рывке всё в порядке. На нормальной скорости, как обычно играю я, тоже всё окей. Но если дёргать прям очень резко, то срывы иногда, но есть. Поэтому вы точно не увидите эту мышь на каких-то киберспортивных соревнованиях международного уровня. Это однозначно. Но вот для домашнего использования эта мышь очень даже хороша. Внизу фирменные ножки X-Glide, они металлические. Коврик не царапают. Ну и скользит мышка отлично. Плюс рычажок включения-выключения. И вот такая вот площадка. Я, скажу честно, думал, что здесь грузики. Но нет. Открывается легко. И сюда вы можете просто взять и засунуть ресивер, если вы куда-то с собой мышку забираете. Но с этой штукой есть одна проблема. Будьте внимательны. При использовании эту панель лучше снимать. Просто потому, что здесь есть маленькая точечка, которая на один микрон ниже, чем вот эти самые ножки. Вряд ли это будет видно на видео. В общем, эта штучечка маленькая царапает коврик. В итоге 4000 рублей за мышь. С микро-USB, с треском и с не самыми лучшими характеристиками. Но это отличный вариант для дядек с большими ладонями и с желанием побеждать. Собственно, на этом все. Я рассказал все, что знал об этой мышке. И плюсы, и минусы. Поэтому выбор, естественно, остается за вами. Ну и не забудьте ставить комменты, писать лайки. И до самых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok